Улич Графин Для теста нам понадобится 325 г муки высшего сорта 100 мл молока 1 целое яйцо 1 желток 2 ч.л. сухих брожей 100 г сахара 1 ч.л. соли 1 ч.л. ванильного сахара 40 г сливочного масла 25 г сливочного масла 50-100 г черники, изюма, кураги, цукаты Для песочной крошки нам понадобится 30 г муки 30 г сахара 15 г сливочного масла Для декора 1 ч.л. сахарной пудры Приготовление Готовим опару В тёплое молоко добавляем дрожжи 0,5 ст.л. сахара И оставляем на 10-15 минут для активации Должна появиться шапка из пены В яйца добавляем соль Сахар И взбиваем в пышную белую пену Затем добавляем ванильный сахар Часть муки И выливаем опару Все это перемешиваем Высыпаем оставшуюся муку Еще раз хорошо замешиваем И выливаем растопленное масло Тесто хорошо замесить в течение 10 минут Руками, либо в планетарном миксере На первой скорости при помощи насадки брюк Миску смазать растительным маслом Выкладываем тесто И делаем складывание Складывание помогает выделить клейковину И улучшить структуру теста Накрываем пленкой И убираем в теплое место на 1-2 часа Тесто должно увеличиться в объеме 2 раза Пока тесто поднимается Делаем песочную крошку Для этого сахар смешиваем с мукой Добавляем сливочное масло И руками перетираем крошку Убираем в холодильник Когда тесто поднялось Стол припыляем мукой Выкладываем тесто И для удобства разделяем его на 2 части Одну часть накрываем полиэтиленом Чтобы тесто не засохло Вторую половину теста Очень тонко раскатываем Толщина должна быть около 1 мм Чтобы было видно рисунок на столе Выливаем растопленное масло Распределяем равномерно по тесту И высыпаем половину кусочной крошки Затем выкладываем цукаты Тесто скручиваем в плотный жгут Накрываем пленкой, чтобы не засох И откладываем в сторону И то же самое делаем со второй половиной теста Затем жгут разрезаем очень острым ножом вдоль И начинаем выкладывать в форму Смазанную растительным маслом Выкладываем по спирали Сначала заполняя дно формы Жгуты из теста выкладываем разрезами наружу Если форма невысокая, можно нарастить ее При помощи пекарской бумаги или фольги Убираем тесто в теплое место Чтобы оно увеличилось 2-3 раза Когда тесто поднялось Разогреваем духовку до 200 градусов И выпекаем кулич 5-7 минут Затем понижаем температуру до 180 градусов И выпекаем еще около 30 минут Тесто получается очень легкое и воздушное Поэтому, когда кулич готов Выкладываем его на толстые махровые полотенцы И во время остывания Периодически переворачиваем с одного бока на другой Когда кулич остыл Сверху посыпаем сахарной пудрой По желанию часть молока можно заменить апельсиновым соком А сахар – медом Также можно добавить цедру апельсина или лимона А вы знаете, то правильно кулич разрезать горизонтально Срезая верхушку и используя ее в качестве крышечки Чтобы кулич не засыхал А саму крышечку съедали последнюю очередь Кулич получается нежный, ароматный, слоистый И очень-очень вкусный Приятного аппетита!